20 августа Алексей Навальный был отравлен. Это произошло, когда мы возвращались из поездки по Сибири, где записали для вас несколько видео. Наш план заключался в том, что мы проедем по городам России и покажем вам настоящую, реальную политику. Покажем, что политика – это не только Кремль, не только Путин, Госдума и известные министры, но и десятки региональных парламентов, от которых зависит жизнь миллионов россиян, нас всех, каждый день. На депутатах-единороссах, которые сидят в этих парламентах, на самом деле и стоит весь путинский режим. Они не винтик, а фундамент, на котором выстроена партия власти, уже 20 лет не дающая нам нормально жить. 13 сентября пройдут выборы в региональные собрания. В Новосибирске, Нижнем Новгороде, Томске, Чебоксарах, Ростове и Липецке во всех этих местах разворачиваются главные политические события этого года. И вы можете стать их частью. Мы просим вас стать их частью, чтобы мы все вместе избавились от единой России, вышвырнули их, выгнали и сделали так, чтобы они никогда не возвращались. Добро пожаловать на нашу первую остановку. Вообще, 13 сентября будут голосовать аж 40 миллионов избирателей. У каждого из них будет своя маленькая возможность ткнуть острой палкой в партию власти и сообщить ей, что они ведут страну в неправильном направлении. Но сложность в том, что люди вообще-то не интересуются своими региональными выборами и понятия не имеют, зачем вообще нужны местные депутаты. Этим пользуется Кремль. Основа власти Путина — это не Государственная Дума, как принято считать. Нет. Главная их сила в том, что Единая Россия имеет большинство в каждом законодательном собрании каждого региона. И большинство в городском собрании каждого крупного города. Если единороссы теряют это большинство, то власть злодеев моментально тает. Ровно это произошло в Хабаровском крае. Там единороссы проиграли выборы и в региональный парламент, и в городской. А если нет большинства в парламенте, то ты не контролируешь избирательные комиссии. А если не контролируешь избирательные комиссии, то не можешь подделать выборы. А если не можешь подделать выборы, то что и получается? Надо идти разговаривать с людьми, слушать их, выполнять их требования. Эдак далеко можно зайти. Завтра попросят перестать воровать. А это уже экстремистское требование. Покушение на основы строя. Поэтому бороться за сохранение своего большинства. Единороссы будут просто отчаянно. Но у нас есть план. Как их победить? В каждом из 50 округов 6-8 кандидатов. Наш человек приходит на участок, ищет, кто не единоросс. Голосует за него. Второй наш человек голосует за другого, а третий за третьего. Наши голоса размазались. Единоросс набрал 30 процентов за счет тех, чьи мозги промыты пропагандой, и победил. А мы набрали суммарно 70 процентов и проиграли. Значит, нам важна не сила удара, а его точность. Не молоток, а скальпель. Договориться между собой и проголосовать не просто против единоросса, а за его самого сильного конкурента. Это непросто, зато мы гарантированно выиграем. У нас есть